2022 год отмечен многими литературными событиями. Сочинялись новые детские книги, проходили традиционные литературные конкурсы и фестивали, где лучшим писателям, поэтам, художникам вручались награды литературных конкурсов и фестивалей. Центральная городская библиотека имени Ломоносова расскажет вам о некоторых из них в видеопрезентации книги лауреаты детских литературных премий. Новая детская книга – ежегодный всероссийский конкурс в области детской и юношеской литературы. Один из крупнейших конкурсов такого типа в России. Учрежден он российским издательством детской литературы «Росмен» в 2009 году. На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся рукописи, написанные на русском языке талантливых малоизвестных писателей. Победительные призеры конкурса награждаются специальными призами. Главным призом конкурса «Новая детская книга» является контракт с издательством «Росмен». Независимо от мнения жюри, издательство «Росмен» рассматривает и другие, поступившие на конкурс рукописи, на предмет возможной публикации. Номинации с года в год меняются. Существуют такие, как «Детская проза и стихи», «Приключения и фэнтези», «Детская сказка России», 21 век. Есть номинация «Страшно интересно», куда принимаются прозаические произведения, написанные в жанре детского детектива или мистической повести. Новая детская иллюстрация. Есть номинация «Кислород текст» и «Кислород арт», куда входят такие жанры, как «Темная фэнтези», азиатские мотивы, молодежная драма, ретейлинг. В каждой номинации книжного конкурса «Новая детская книга» три первые места и специальные призы жюри. В 2022 году победителями стали. В номинации от семьи старше названы. Первое место – Марья Малми из Финляндии, несусветный из Каево-Кселы. Второе место – Мария Евсеева из Воронежской области, мы все не из картона. Третье место – Надежда Тостоухова из Москвы, про бегемота Бенедикта, который любил печенье. Майя Малми, занявшая первое место в номинации от семьи старшей, это карельская журналистка и филолог Илона Румянцева. Она окончила филологический факультет Петрозаводского государственного университета, работала корреспондентом на канале «Ника плюс», в газете «Петрозаводск», была директором галереи промышленной истории Петрозаводска и уже несколько лет Илона Румянцева живет в Финляндии, а под синдонимом Мария Малми пишет рассказы и повести для детей. В издательстве «Волчок» вышла ее книга «Все будет, как сосны». Другие ее повести «Потому что мы – мама», несусветный из Каево-Кселы, «На моем зеленом лице все написано». И кроме того, у писательницы есть сборник историй про Элиаса и другие рассказы, не объединенные общей темой. Пять книг она написала во время пандемии коронавируса. Крупнейший конкурс произведения для подростков «Книгуру» учрежден в 2010 году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и некоммерческим партнерством Центр поддержки отечественной совместности. Цель этого конкурса – найти и представить обществу новую интересную русскоизученную литературу для подростков, сделать литературные произведения для подростков доступными читателю, независимо от географии. Основные идеи «Книгуру» – бесплатный легальный доступ к текстам финалистов и прубличность голосования и обсуждения текстов подростками в жюри. Евгений Рудашевский – писатель, журналист и путешественник, за спиной которого сотни километров проливных дорог, а в рюкзаке – неизменные блокноты ручка. Он лауреат премии имени Крапивина, «Книгуру» и «Золотой Дельвик». Произведение Рудашевского входит в каталог выдающихся детских книг мира «Белые вороны» Мюнхенской международной детской библиотеки и переводится на иностранные языки. А последний опубликованный роман «Истукан» стал победителем премии «Книга года-2022». Первое место в «Книгуру» за повесть, сказку «Пожиратель ищет белую сову». Коротко о книге. Девушка Нипа живет в своей семье в стойбище на бак. Жители готовятся к зиме и делают запасы, но им мешают пожиратели. Эти страшные существа высасывают из человека душу и оставляют его опустошенную оболочку. Из-за них жители стойбища боятся далеко отходить за добычей. Нипа переживает за родных. А ей еще нужно разобраться со своими заботами, ведь отец отдает ее в жены нелюдимому чужаку. Как поговорить с будущим мужем, если у него нет языка? И куда подевался мамин брат? Кто такие пожиратели? Почему никто не пострадал, когда они напали в последний раз? А Нипа должна понять, какую тайну хранят взрослые. Ведь от этого зависит жизнь всего стойбища. Станислав Владимирович Востоков – русский детский писатель, поэт, натуралист, удостоен второй премии «Книгуру» в 2022. Он уже был призером других литературных конкурсов. «Книгуру» вручается ему в четвертый раз в 2022 году за сказку о девочке из детского дома «Коза и великан». Соне Козловой по прозвищу «Коза» уже 10 лет, и она ни разу не чувствовала себя человеком. У нее есть мечта – сбежать из детдома и открыть новый вид животного, чтобы назвать своим умением. Первую часть плана Козе удалось осуществить более или менее благополучно. А вот ко второй части путь ее лежит через заброшенный северный поселок, фотографию которого она случайно увидела в интернете. Книгу уже можно почитать на сайте «Книгуру». Писатель Екатерина Немешаева пишет под псевдонимом Ева Немеш. Она родилась и живет в Новороссийске, закончила художественную школу, морскую академию и лингвистический университет, преподает иностранные языки в своей студии. Автор публикации книг по детскому творчеству, выходивших в России и за рубежом. Финалист конкурса «Новая детская книга» – лауреат конкурса литературы для подростков в Книгуру в 2021 году. В прошлом году ее сборник «Пахнет псиной» занял третье место в Книгуру. Был ли леопард в коттеджном поселке или это только НЛО? Откуда у фотографа розовое окошко? Что делает старуха с щенками и котятами, которых она каждый день подбирает на плечем рынке? Как и зачем поджаривать жука? И еще восемь то ли абсурдных, то ли фантастических, то ли обыденных ситуаций. В сборник «Пахнет псиной» вошло 15 рассказов. Международная детская литературная премия имени Владислава Петровича Крапивина была создана в 2006 году Ассоциацией писателей Урала. Присуждается ежегодно российскому или зарубежному автору. Награда традиционно обучается в день рождения писателя 14 октября. Премия имеет несколько номинаций. Выбор командора, выбор детского жюри, выбор литературного совета, выбор профессионального жюри. В главной номинации выбор командора победителем названа автор из Новосибирска Вера Ильина с произведением «Лысая». «Лысая» – отличное произведение для современных, думающих и метущихся подростков. Настя Шульгина – сильная личность, которая пытается выделиться из толпы, и не только тем, что бреется на лысо. Для лысины есть важная причина. Настя действительно другая, цельная, мудрая и серьезная. И даже первое чувство, испытанное к учителю биологии, у нее настоящее, глубокое. Книга Юлии Варнаковой «Только ветер навстречу» рассказывает о пятикласснике Миши Кутузове, попавшем в кадетскую школу. Автор замечательно описал уклад жизни и особенности учебы юных кадетов и приоткрыла историю кадетских учебных заведений в России. Это повесть о становлении личности, о том, как из обычных домашних мальчишек и девчонок вырастают настоящие герои. Книга победила в номинации «Выбор детского жюри» в международном конкурсе имени Крапивина. В международном конкурсе имени Крапивина в номинации «Выбор литературного совета» победителем стала Екатерина Аксенова с повестью «Пешком по небу». Главный персонаж повести тоже пятиклассник Миша, только Смирнов. Повесть «Пешком по небу» очень сильная, трагическая и одновременно светлая. Пятиклассник Миша бесконечно одинок. В классе все смеются и травят его. И даже бывший друг Сева дома, дома даже в комнату зайти свою нельзя. Там живет оглашенце, дочь маминого нового мужа. А Миша живет на кухне. И однажды случается страшное. Считается, что Миша совершил то самое жуткое слово на букву «С». Именно севке и оглашенце предстоит раскрыть тайну Миши, пересмотреть отношения не только к нему, но и вообще к людям и к миру. Повесть Натальи Вишняковой из Москвы на старт приглашаются о подростках в мире фигурного катания. Подростки, как подростки, дружат, ссорятся, влюбляются. Но в первую очередь главный герой повести – фигуристы. А мир спорта – это взрослый мир с его особенностями, трудностями, победами и поражениями. И дружить в спорте с потенциальными соперниками очень тяжело. Повествование ведет несколько рассказчиков, и история показана во всех ракурсах. Наталья Вишнякова награждена премией Владислава Крапивина в номинации «Выбор профессионального жюри». Литературная премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского учреждена в 2020 году с целью поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Награда присуждается за произведения для детей до 12 лет в двух номинациях «Сказка» – «Три финалиста» и «Веселый учебник» – «Один финалист». Елена Пономарева победитель «Большой сказки». Она дипломант международных конкурсов «Кроничуковская премия», «Короткое детское произведение», «Золотой лауреат германского международного конкурса «Лучшая книга года» и других. Ее книга «Дед сто бед» – «Сказки деда Гриши и бабушки Глаши» появилась благодаря тому, что Елена завоевала гран-при Второй международной премии в области детского литературного творчества «Алиса-2021». Произведения составили «Присказки» и «Прибаутки». Их по очереди рассказывает бабушка и дедушка. Книга известного рипецкого автора Галины Соболевой, писатель «Ежиков» – это сказки о буднях. Как и положено, о волшебных историях. Все предметы здесь оживают. Кричит в будильник, бегают тапочки, расстраивается холодильник. Рассказы о постоянных спутниках нашей обыденной жизни забавны и увлекательны, написаны живым и простым языком. Вторая премия «Большая сказка». Станислав Востоков получил от «Голченка хватайки» третью премию «Большая сказка». Его сказка немного хулиганская, вернее, главный персонаж. Раз в 10 лет специальная комиссия выбирает Деда Мороза. И всегда все шло хорошо. А тут вдруг произошла ошибка, и выбрали совершенно не того человека. Харитон Харитонович Морозов тоже не слишком любит детей. Он и Снегурочку доводит до слез, издевается над снеговиком. Но даже самый неисправимый хулиган все-таки может перевоспитаться, если вдруг попадет в необычные обстоятельства. И вот тогда точно произойдет настоящее новогоднее чудо. В номинации «Веселый учебник» конкурса «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Это научно-популярное произведение для детей до 12 лет. Победителем признана Светлана Щелкунова, автор занимательного путеводителя по Санкт-Петербургу «Тролль Пася» из «Троллейбуса номер 10». Светлана Щелкунова больше известна как «Тетушка-сова». Светлана Анатольевна создала программу «Школа юных сказочников Тетушки-совы». Она ведет литературный кружок в средней школе и периодически мастерскую сказки для старшеклассников в образовательном центре «Сириус». Пишет сказки, прозу, стихи, пьесы для детей и для взрослых. Еще она посещает мастерскую драматургии Бориса Александровича Голлера. Всероссийская литературная премия имени Самуила Яковлевича Машака была учреждена в 2003 году. Учредитель премии – Союз писателей Санкт-Петербурга, администрация города, фонд содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». Цель премии – выявление и награждение наиболее талантливых поэтов и писателей России, создающих литературу для детей. Премия присуждается за произведения детской литературы, кроме переводов, опубликованные отдельными изданиями или в журналах на территории России, предшествующим награждению календарным году. Значит, произведения, написанные в 2021 году, получили награду в 2022 году. В номинации «Прозы» книги Натальи Евдокимовой не похожи одна на другую. Это и короткие, очень смешные рассказы о школьной жизни, и фантастика с элементами антиутопии, и роман о шахматах, и тропательная история о малыше. Наталья Евдокимова даже писала сценарии для дивизионных передач, а зрители киножурнала «Яролаш» хохотали над остроумными сюжетами, придуманными ею. Наталья Евдокимова – лауреат и финалист многих литературных премий «Заветная мечта», имени Сергея Михалкова, имени Владислава Крапивина, Всероссийского конкурса «Книгуру». Новая ее книга «Тропинки Никиты» – о детстве и старости, о мальчике Никите и незнакомом стареньком дедушке, о двух параллельных мирах, которые пересекаются, расходятся и встречаются вновь. Никита растет, учится говорить, играет, катается на велосипеде, простужается, выздоравливает. Сколько всего происходит в жизни мальчика? А в жизни дедушки, который выходит на прогулку железными ходунками, ничего не произошло. Но так ли это? И не смягчает ли черствое сердце одинокого человека простые слова? Здравствуйте, как поживаете? Еще о премии Сумыила Машака. Не часто бывает, что писатель одинаково свободно мог сочинять и сказки, и рассказы, и стихи. Во всех этих жанрах Анна Игнатова заслужила любовь читателей и признание профессионалов. Ее книги отмечены несколькими литературными премиями. Стихи Анны Игнатовой – веселые, легкие, остроумные. Они настраивают ребенка на ежедневное радостное удивление. Потрясающая вещь! Мне вчера попался лещ. Каждое стихотворение Анны Игнатовой – маленькая, удивительная и увлекательная история. История о принцессе-драконе, о море, которая волнуется за команду корабля, о словах, растущих в цветочных горшках, об озере, которое превратилось в зеркало, о туристе и снежном человеке. Читать ее стихи интересно не только детям, а всем без исключения. Премия имени Маршака в 2022 году удостоена сразу две книги стихов Игнатовой – «Рифма для слона» и «Добрый вечер, черный ворон». Приятно называть своих земляков победителей престижных литературных премий. Во Всероссийском конкурсе имени Маршака в номинации «Дебют» победил Денис Макурин с книжкой «Поморская окутка. Лоскутные сказки». Денис Макурин – победитель литературных конкурсов «Хрустальный родник», «Новые сказки», «Хранитель природы», участник Всероссийского фестиваля молодых авторов «Как хорошо уметь писать» 2019 года. В 1994 году в газете «Морманский вестник» была опубликована удивительная история про кота-путешественника. Он потерялся в Москве, когда хозяева возвращались с юга, а спустя шесть лет исхудавший кот Семен показался на пороге их мурманской квартиры. Кот прославился благодаря Денису Макурину, который, прочитав заметку в газете, написал сказочную книгу «Кот Семен», где полосатый герой рассказывает о своих приключениях во время долгого путешествия. С тех пор у Дениса вышло еще несколько книг. А поскольку живет он в селе Холмогоры Архангельской области, то и пишет в традиционном на русском севере жанре сказов и небылиц. Недаром его прозу часто сравнивают с произведениями Бориса Шергина и Степана Писахова. Кроме книги «Поморская окутка» «Лоскутные сказки» сразу вышли в свет еще сказки. Там, где рождаются сны и метели, и лунные сказки. Поздравляем, Дениса! Несколько слов о зарубежных литературных детских премиях. Премия имени Ханса Кристиана Андерсона Награждаются ею лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы раз в два года. Она учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношской литературе ЮНЕСКО и считается детской мобилевкой. В 2022 году ее получили писательницы из Франции Мари-От Мюрай и художник из Южной Кореи Сьюзи Ли, проиллюстрировавшая книгу. Мари-От Мюрай, окончив факультет современной литературы в Сорбоне, защитила диплом «Адаптация классического романа для детской аудитории». С 1980 года переводит, адаптирует и сочиняет повести для взрослых и детей. Многие ее тексты рекомендованы для изучения в школах Министерством образования Франции. В 2017 году она получила медаль почетного легиона за вклад в литературу Франции. Художница Сьюзи Ли получила степень магистра книжного искусства в Кэмбер-Роэльском колледже искусств в Лондоне. Наиболее известны ее работы «Зеркало», «Волна» и «Тень», вышедшая под общим названием «Трилогия о границе», в которых центральная часть переплета книги использовалась как средство повествования, будто пересекая границы между реальностью и фантазией. Премия памяти Астрид Линдгрен учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года, вручается ежегодно, одна из значительных по денежному выражению премий. В 2022 году премию получила Ева Линдстрюм. Художница начала с работы в журналах. В 1980-е получила приглашение от издательства проиллюстрировать детские книги. Первая книга, где Линдстрюм выступила и как автор, и как художник, вышла в 1988 году. Называлась она «Кошачья шляпа». Работа в журнале, в том числе в качестве комиксиста, помогла Линдстрюм выработать свою выразительную манеру, когда при кажущейся скопости художественных средств создается яркий сложный персонаж, динамичный и вызывающий неоднозначные чувства. Загадочный мир образов художницы и писательницы постоянно меняется. Деревья перемещаются, собаки приобретают огромные размеры, а предметы исчезают, чтобы внезапно вернуться. Граница между детьми, взрослыми и животными очень подвижна. В этом обзоре мы представили только самые основные детские премии. Желаем приятного чтения! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...